Что ты хотел? Я тебя не возьму на ручки. Что я сижу делаю? Сижу на даче и в бинокль смотрю на горизонт и он там вдалеке? Вдалеке я нам сейчас приближу. Лодки плывут. Это пролив Дарданеллы. И я вот тут, кстати, да, и там хорошо приближаю. Даже видно чуть-чуть буквы. И в бинокль очень хорошо можно прочесть название компании. Нормальное приближение. Остров еще можно хорошо разглядеть. Вообще я люблю вот такие закаты розово-голубые. Пацаны во дворе футбол играют. Извините за голос. На фоне у нас гости пришли. Люблю такие виды. Муж у меня вину хоть забрал. Теперь, кстати, мало кораблей. Вчера было очень много. И еще вчера у нас дельфины приплывали сюда. Они прямо возле берега плавали. Вчера у меня дочка купалась вместе с дельфинами, а сегодня, смотрите, две большие. Ой, блин, дядя, ну, как всегда стеблется. Че, говорит, там разглядываешь, говорит, девчонки какие-то? Ой, у кого о чем? Кто до старости, о том и думает. Короче, сегодня здесь, кстати, медузы, медуз, кстати, мало, коричневые, хафельные, дыни заносы, да, если загуглите, вот такие две встретились, но они, слава богу, или сами испугались. Короче, не ужалили. У меня дочка боится их очень сильно, потому что в июне месяце бывает здесь так, что вообще в воду не зайдешь, все белое. В медузах. А че еще тут из наведкого оса сегодня кусило? В общем, скучная дачная жизнь. Ну, я тут просто морально отдыхаю от города, от людей. Так, ладно, где-нибудь завтра в другом месте включусь. Я не думаю, что это будет интересный влог. Вообще не планировала ничего снимать. Просто красивый закат. Думаю, покажу, чем я занимаюсь. Вот так-то провожу время на выходных. Кто залез ко мне на коленке? Каспи. Любите понаблюдать. Улегся. Не знаю, будет ли меня тут слышно. Вот, короче, есть в Шаркёве. Вейс Дон Дурма. Мороженое. Тут есть и тортики. Короче, это офигенное вкусное мороженое. Всегда обожаю. У меня здесь инжирное, каштановое и тахин. Это просто песня. У мужа здесь дамласа крыс. И внизу профитроли. Ну, десерт. Это очень вкусно. Вы посмотрите, сколько здесь людей. Там и на террасе сидим, и вон там. Такая очередь. Вот видите, здесь вообще сесть негде. И тут просто постоянный поток. О, кофе мое пришло. Сал. Супер. Такие добрые официанты. Ну-ка, что-то местные работают. Это там маленький городок, 30 тысяч человек живет. Ну, как деревенские какие-то, да? Такие теплые, отзывчивые сервис тут, конечно. Как домой к себе прийти. Находится это кафе вот в самом центре. Вот она, в Мейданах, главная площадь. Здесь они еще сделали второй этаж. То есть настолько много людей тут со всех сторон. Здесь стульчики, столики. Плюс еще внутри там, конечно же, посадка есть. Вот там почему-то свободно. Вые из кафе. Короче, обалденно это десерты. Вкусное, а мороженое просто топ. По цене. Как в Американу, как в Стамбуле в среднем, 70 лир. Как в кофейнику, недорогой. Обычно где в центре подороже. А мороженое 35 лир шарик. Очень вкусное. Просто дети, кстати, встретила много на этих выходных. Русскоязычных. Не знаю, из каких точно стран, но говорящие семьи по-русски. И не так, как я, например, здесь там замуж вышли, давно ассимилировались, живут что-то такое. А именно семьи, когда папа и мама русскоязычные и ребенок с ними. Ну, это, видимо, кто... А вот, кстати, счет нам тут посчитали. 360 лир это у нас вот, кстати, цены. Дезерт 100 лир, дешево. 5 шариков по 35 лир. Одна вода 15 лир. Кафе, кофе. Американо 70 лир. Кстати, про воду 15 лир в кафе. Там есть батуты, детская площадка, батуты, всякие развлекаловки. Мне все дочка там прыгала. И я ей там покупала воду за 20 лир. В кафе дешевле, чем на улице купить. Блин, прикол. О, кофекрафт сняли вывеску. Это, кстати, кофе делают... А, нет, работает, не закрылась. Вот кофейня, типа Starbucks, короче, местная. Девчонки две открыли. У них, кстати, вкусный кофе. И у них всегда я покупаю. Не то, что не хуже, получше, чем в некоторых кофейнях в Стамбуле. Господи, дети под ногами чужие бегают. Все, все. Ну, тут, короче, ничего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...